дорогие друзья целые три месяца я вас готовил готовил для вас готовил самые простые рецепты и о моей молитвы услышал бог и вы пишете комментарии о том что мол типа а можно чуть посложнее ресторанного типа это значит что вы готовы к новым открытиям и вы стали кулинарами более высокого класса представляете как круто представляете я встречаю людей они мне говорят блин давай чем посложнее вы комментарии пишите давайте чем посложнее маленький снеговик я сегодня решил вам сделать такой сюрприз само по себе блюдо из простых ингредиентов ну не совсем из простых но доступных можно их найти это не экзотика я его сделаю и расскажу про ресторанную подачу расскажу в чем суть вкуса и расскажу как в общем мы работают мои мысли в области при ну вот когда я начинаю размышлять над ресторанными рецептами они над базовыми которые я уже использовал и вы сами прекрасно знаете я всего лишь вам напоминаю о них и так сегодня будет десерт это десерт чисто авторский это не классический десерт это сезонный десерт потому что сейчас еще до сих пор продолжается зима не так много продуктов свежих и знаете как бы сказать спелых овощей у нас на полках поэтому сегодня десерт будет у меня весь из оранжевых ингредиентов даже сахар который у меня находится вот в такой балийской сахарницы видите тоже оранжевый все оранжевое главное действующее лицо это хурма сначала нужно порезать хурму выбираю только те части которые будут для меня служить основа десерта и еще одну пластиночку обрежу вот так нужно постараться резать все максимально аккуратно и ровно как французы делают как в мишленовском ресторане обрезаем краешки отходов будет довольно много но это все направлено на то чтобы продукт обработать максимально красивые качества значит кубики будем резать так чтобы было загляденье но постараться чтобы они были одинаковы кожицу я и так кожицу как бы не особо люблю это конечно хурма который не вяжет но придется поработать над кожицей я делаю так ставлю нож и выдвигаю все детали так чтобы у нас была одинаковая линия теперь мы делаем так чтобы максимально было похоже на кубики дети но не идеальный но почти что идеальный во всяком случае красивый хурму лучше брать ту которая не вяжет но и желательно чтобы плотность вам позволяла приготовить кубики то же самое делаем со второй частью почему ресторанный рецепт с одной стороны немножко сложнее с другой стороны гораздо проще чем многие домашние потому что во первых есть люди которые на заготовке будут это все делать если мы говорим про горячий цех тут повара горячего цеха либо заготовители есть отдельная такая позиция если это кондитерка то это будут делать повара кондитеры или стажеры кондитеры недавно на выставке ко мне подходили студенты царицинского колледжа звали к себе в гости хочу сказать что приду обязательно поделюсь своими накопленными знаниями привет царицинский колледж в зависимости от объемов заготовки соответственно если вы там продаете в среднем 20 десертов нужно посчитать вес и решить сколько на заготовке вы будете это всего этого всего заготавливать когда у меня есть красиво нарезанные кубики хурмы их нужно слегка подмариновать в чем будет заключаться маринад сахара не надо хурма и так достаточно сладкая мне нужна мелкая терка очень острая для того чтобы натереть цедру апельсина потому что апельсин у нас оранжевый и мы хурму обогатим ароматом сама по себе хурма не имеет аромат она такая нейтральная поэтому если вы делаете салат из хурмы десерт из хурмы еще что то то конечно нужно добавлять к ней достаточно много всяких разных ингредиентов ароматических я имею ввиду иногда можно в хурму добавить яблоко но во первых цвет будет другой во вторых хрустка с текстурой так далее если вдруг вы захотите сделать ее более кислой добавьте туда сок лимона у меня здесь стоит пюре манго замороженное пюре манго стопроцентная ну как стопроцентная я же не знаю как это все делается поэтому написано сто процентов манго и сахар но я могу сказать точно что это очень вкусное пюре продается она в заморозках у нас его можно порыться в интернетах поискать в городах поставщики для ресторанов возят если у вас есть шеф-повар то вы через него можете найти поставщика у которого наверняка есть такое пюре если нет не расстраивайтесь можно его сделать из манго обрезать манго скинуть добавить чуть-чуть сахара воды пробить в блендер процедить также можно сделать из консервированного манго можете сделать из консервированного ананаса из консервированного персика тоже очень хорошо получается вместе с сиропом Можно также знать, что еще очень хорошо, если выжать апельсиновый сок, смешать его с сахаром, уварить, концентрировать вкус апельсина и туда добавить цедру. Только не так, как я это сделал сейчас перед вами. Это я как маринад использую, да, цедру на терке. Если вы хотите яркий аромат апельсина, но не хотите, чтобы у вас был мусор типа цедры, вот так вот делайте. И вот эти лопухи бросайте в вакуум, то есть крупные кусочки хурмы в вакуум, апельсиновый сок выпаренный с сахаром и вот такие вот шкурки. Вакуумируйте на ночь, хурма впитывает апельсин, она становится апельсинового вкуса. Это вообще прям гениальная ресторанная идея, которую можно использовать дома. Теперь я беру и перемешиваю, аккуратно перемешиваю кубики хурмы в сиропе манго. Мариную вместе с цедрой апельсина. То есть это основа для моего десерта. Вместе, конечно, божественно. Но в моем случае я должен сюда добавить еще немножко лимона. Кислоты не хватает. Манго не кислая такая, сладкая. Поэтому чуть-чуть лимонного сока для того, чтобы вкус такой прям взрывало. Оставляем мариноваться. Манго какой вкусный. Дальше у нас происходит вот что. Тыква. Это печеная тыква. Всего-навсего. Никакого тут секрета, ничего сверхъестественного. Что я сделал? У меня была тыква. В какой-то момент времени я там ее поел, поел, поел. И у меня осталась половина тыквы. Она лежала в холодильнике, что-то стало портиться. Я такой думаю, о, нельзя ей дать умереть. Обрезал все лишнее. Осталась вот такая попка. Я ее поставил в духовку. У меня есть таймер. Я поставил ее в духовку на ночь на 200 градусов на 40 минут. Таймер закончился, и она в остывающей печи простояла ночь. Она как бы спеклась и стала готова к употреблению. Я отправляю в блендер. Мало крема приготовить очень тяжело. Поэтому всегда, когда что-то готовите, рассчитывайте на то, что вы это будете использовать еще куда-нибудь. Столовую ложку сахара, а чуть больше, 2 столовые ложки. Десерт все-таки, все должно быть сладкое. Просто мякоть тыквы пробиваться не будет. Поэтому сюда нужно добавить кокосового молока. Вы, конечно, можете использовать сливки. Обычные, 33-процентные. Но, так как это десерт, кокосовое молоко придаст тыкве ореховый вкус. Ну, и нам нужно немножко жидкости для того, чтобы тыква хорошо пробивалась. Мало жидкости. Это сразу становится понятно. Поэтому добавляем еще кокосовое молоко. Обычно для таких вещей используются синтетические сливки шантипак, что ли, как-то так они называются. Где смотришь на состав, а там ничего живого нет. Вообще молочно. Зато взбивается классно. Мало молока. Звучит как песня Ольга Бузовой «Мало половин». Поймал себя на мысли. Мало молока, мало-мало молока. Но будьте аккуратны. Переборщите с молоком. Густоту потом будет очень сложно вернуть. Прям это многозадачная история. Например, такие сухие вещи, как краснокочанная капуста. Пюре из краснокочанной капусты. Делается очень долго. Потому что ты только начинаешь пробивать. Она у тебя колом вся стоит. Там дырка образуется. Опять упаковываешь. Опять туда, опять пробиваешь. Чуть-чуть водички, опять пробиваешь. Ну, в общем, в ресторане это все происходит очень долго. Так, пробуем. Вначале я хотел добавить сюда ксантан. Ксантан. Ксантан это эвульгатор. Порошочек такого белого цвета. Вот вы его добавляете. Половина объема блендера добавляете. Один грамм. Ксантан как углевод, чистый углевод. Позволяет объединить воду, жиры и плотные вещества. Делает пюре очень-очень однородным. Прям просто вот идеально однородным. Но так как ксантан является углеводом, а в нашем случае сахар тоже является углеводом, то у нас и без ксантана пюре получается очень-очень однородным, классным и прикольным. Просто вообще вот такое. Ну и молоко еще кокосовое, это же все-таки жир. Как-никак. Все, еще 30 секунд и пюре будет готово. Теперь вот эту пюрешку нужно, знаете, что сделать? Нужно размазать по тарелке. Сейчас объясню почему. Для ресторана мало смешать тыкву с кокосом, сахаром и даже если там есть лимон, ваниль, там еще что-то. Этого мало. Поэтому я буду коптить. Нужно это пюре закоптить. Можно было размазать ее на весь стол и подкоптить. Но тогда будет площадь касания очень высокая. Дым будет сильно прилипать и крем будет, ну, чересчур копченый. Мне достаточно вот тут какого-то такого объема, чтобы немного дать дым. Как это делается? Очень просто. Есть вот некая база. Ну, то есть вот, видите, он как пистолет, похож на пистолет по форме. Подставка. Пленочку беру, беру пленочку. Подворачиваю, оставляю здесь небольшую дырочку и здесь небольшую дырочку. Вот тут вот есть вот такая ее дырка в самом смокингане. Отверстие, в которое я накладываю щепу. Ну, тут у меня яблочная лежала еще, знаете, в коробке к самому этому пистолету коптильному. Буквально щепотку вы видели. Туда отправляем. Поджигаем. И у нас сюда идет дым. Сюда идет дым. Открываем окошко. Щепы много не кладите, иначе вся кухня будет в дыму. Но он должен прогореть и прогнать весь дым. Вот сюда вот. Все, у меня здесь там остатки дыма. Закрепляйте, закрывайте пленкой. Это выключаем. У меня есть мультиварка, скороварка и коптилка три в одном. Можно коптить с помощью мультиварки. То есть взять плоскую чашечку, размазать пюрешку, поставить на полочки специальные есть. Закрыть, щепы подкоптить. Но с мокинганом быстрее и удобнее. Кто не видел ранее, как я в одном из роликов делал филе апельсина. Значит, смотрим сейчас. Отрезаем верхушки. И срезаем шкуру с пленкой так, чтобы у нас виднелись только перепонки между сегментами. Окно не закрыл. Ой, ветер что-то поднялся. Но зато проветрилось. Хотя все равно ушло куда-нибудь туда, и дымком там в другой комнате попахивает. Ставим с одной стороны перепонки. Перепонки вот так вот смотрим. Внутрь проводим. И с другой стороны. Как бы вырезаем сегмент. Вот он. Раз. Вышел чистейшее филе апельсина. То же самое делаем со второй. Штука незамысловатая. Но дома никто не хочет ее делать. А в ресторане всегда есть свободные руки. В ресторане это позволительно. Заниматься такой скурпулезной работой. Филе апельсина я режу на какие-то части. Смотрите, в зависимости от того, апельсины бывают огромные. Вот на такие половинки. Можно даже краешки пообрезать. Тоненькие. Оставить только похожие квадратные штучки. Сборка десерта. Вот смотрите. Помимо пюре, здесь же у нас сахар, кислота. Выделился какой-то сок. Ну, какой-никакой не от соли, конечно, как маринад. Но его следует скинуть на сито. Для того, чтобы лишняя жижка стекла. Это недолго. Вот смотрите, видите. Стекает лишняя жижа. Можно поболтать. Мне нужно... О, видите. Мне нужно, чтобы хурма освободилась от... Чтобы она не в супе была. Скинуть лишний маринад. Хурма должна подсохнуть слегка. Пюре. Открываем остатки дыма. Выгоняем. Пошел отсюда дым. Силиконовой лопаточкой все перемешиваем. Копчушка получается у нас на этот объем небольшая. Легкий-легкий аромат копчения остается в креме. Теперь пакет, то есть кондитерский мешок. На руку одеваем. Весь крем сюда отправляем. Во-первых, для этого существует силиконовая лопатка. Для того, чтобы ничего в чашке не оставалось. Во-вторых, она и сделана для кондитерских нышт. Теперь мы выворачиваем обратно. Мешок. Озелочком таким. Можно закрутить резинкой. В общем, главное как-то зафиксировать так, чтобы вам было удобно. Тарелочку красивую нужно взять. В зависимости от цветовой гаммы, если у нас все светлое, тарелочку нужно брать темную и наоборот. Теперь хурму, маринованную в манго-пюре, я выкладываю на тарелку. Потом отстукиваем, распространяется, смотрим. Все, более-менее ровно. Всегда наблюдайте общую картину. Можно, конечно, было и через кольцо выложить. Но так как тарелка не имеет ровных краев, если вы выложите через кольцо, будет идеальная форма. Она не будет совпадать с неидеальной формой тарелки. Симметрия должна быть с симметрией, а симметрия должна быть с ассимметрией. То есть не надо выкладывать симметрично, чтобы глаз человека цеплялся и такой, типа, блин, что-то неровно. Когда все неровно, тогда и здесь можно допустить какие-либо неровности. Апельсинки оранжевые. Кладем их вот сюда. Все хаотично. Ну, импровизированно, я бы так сказал. Значит, берем правую руку между большим указательным пальцем. Переворачиваем. И начинаем выдавливать тыквенный крем. Оп. В точечку. Да? Потом можно это сделать вот тут. Можно это сделать вот здесь. Можно сделать вот тут. Здесь все уже на ваше усмотрение. Здесь нет какой-то определенной схемы. Вы должны это делать просто прикольно. И посмотрите. Прикиньте по объему в голове. Апельсин у нас здесь не профильная история. Поэтому раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь достаточно. Достаточно ли нам крема? Я думаю, что можно было бы его еще добавить куда-то, не знаю, вот сюда вот. И вот сюда. Крем вкусный. Тыква с кокосовым молоком вообще огонь. Там еще и копченка. Я сам в шоке. Теперь гранат. Я выбрал, попросил на рынке, чтобы мне дали красный прям вообще. Красный, прекрасный гранат. Несмотря на то, что десерт называется «Оранжевая зима», сюда можно было бы добавить еще печенье для текстуры. Но я добавлять не буду. Семечки граната будут достаточно хорошо хрустеть на зубах, поэтому ничего страшного. Можно без печенюшек обойти. В любом случае, это идея. Обязательно ее кто-нибудь возьмет, переработает, сделает ништяковую штуку. Теперь гранат у нас отправляется сюда, к десерту. Смотрите, понимаете, в чем суть? Цветовая гамма. Теперь самое главное. У меня я из пакета даже не стал доставать базилик, потому что он у меня может помереть. А мне еще им пользоваться. Нужно взять ветку целиком. У базилика есть макушки, которые используют активно в итальянской кухне и нерадивые повара. Есть просто листья, которые можно использовать вообще без проблем, но если они небольшого размера. А есть куча мелочевки, которую как бы и некуда использовать. Она находится вот тут вот, на первом ярусе, на втором, на третьем, между большим листком и стеблем. Я просто-напросто это выбираю отсюда. Эту малышню, она самая классная. Добавляем на крем, не на крем, куда хотите. Главное, чтобы было красиво и с базиликом не переборщите. Несмотря на то, что базилик очень хорошо подходит к десертам, не допускайте яркой гаммы вкусовой. И последний штришок. У меня кресс-салатики. Вот такие кресс-салаты очень популярны в ресторанах. Сейчас очень много компаний, которые их выращивают. Я их купил на рынке. Это щавель. Несмотря на то, что вот здесь вот есть красные прожилки, почему-то многие думают, что это кресс-свекла. Хрен там. Это щавель. В таком лоточке, несрезанный, ты его поливаешь, он стоит в холодильнике и держишь. Желательно в ресторанах же холодильники темные, без подсветки. Он не растет, может неделю храниться вообще спокойно, без всяких проблем. И в зависимости от цели и потребности, если блюдо утонченное, то есть смысл использовать мелкие листочки. Если это горячее блюдо, вернее, например, холодная закуска, то можно использовать и листочки побольше. Смысл в том, что они прекрасно цепляются за что угодно и выглядят вот так. Здесь нужна какая-то текстура. Я вам говорил про яблоко, про хрустящее. У меня есть мелкая горчица. Семена горчицы. Они сухие. При разгрызании они дают хруст. Ну, потому что это семечки. Они дают небольшую такую, как бы это сказать, горчичную нотку, легкую. Ну, и вы знаете, я очень часто использую всякие штуки. Вот есть же соленая карамель, например, да? Соль, хлопья соли используют для того, чтобы карамель стала прикольнее и интереснее. Так я использую очень часто горчичные семя. Горчица, конечно, не самый подходящий элемент для десертов, но вы попробуйте. Это же ресторан. Так в ресторане всегда открывают новые вкусы. Это круто. Мята, избитая тема. Можно и мяты сюда добавить, но мята это попса. Ну что, пора пробовать. Конечно, в пору взять огромную ложку, но я все-таки возьму маленькую десерт ведь. Да и небольшая порция. О! Смотри, какая штука. Я хотел ее съесть, на меня смотрит какой-то маленький снеговичок. Оранжевого цвета, да еще и с прической. Надо же было такое, как упали две горчинки, гречинки и все это превратилось. Так, смотрите, что получаем. Хурма везде есть, везде апельсины везде есть, везде тыква, везде. Все, с кокосовым молоком плюс-минус. Кресс-салатики, значит, если нет кресс-салатов, значит, нужно выбрать самые твердые, красивые укропинки. Прям маленькие-маленькие елочки туда украсить. Кислица еще, может быть, у кого-то на огне растет. Ну, в общем, здесь это на ваш откуп. Далее у нас идет либо какие-то печенюшки, либо кусочки шоколада, я говорю, не подходят, потому что здесь у нас вся масляная текстура и масляный шоколад будет не в тему. Что-то, какие-то хрустяшки, кунжут, семечки, орешки. Ну и, соответственно, гранат или что-то либо такое. Все просто, несмотря на то, что это ресторанное блюдо, ну, сделано так, недорого. И, конечно же, будем пробовать. Не ешь меня! Ну, не подсказывай, я его еще не ем. Вот он стоит, видишь, маленький сигаричок. Однако, в чистом виде это прям ресторанный. Базилик великолепен. Вот он немножко взрывается. Кислотой взрывается щавель. Базилик. Да, он кислый. Сюда можно использовать любую зелень, даже если это крес кинза, она тоже прекрасно подойдет. Во Франции, в Мишленском ресторане, я не раз видел, как фруктовые салаты украшают кинзой. Вкусно. Реально. Горчицу, правда, не чувствуется. Ну, в общем, она, наверное, не должна была здесь чувствоваться. Потому что это все-таки десерт. Обязательно экспериментируйте. Обязательно пишите комменты. Обязательно возмущайтесь, что у вас нет кокосового молока. Я сделал десерт из... Единорога чего? Из пира, совы. Ну, короче... А! Приятного аппетита, дорогие друзья! До новых встреч! А! И репосты не забудьте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...